так девчонки ну что еще раз всем привет всем добрый вечер кто работает кто уже отдыхает все равно всем всегда желаю всего доброго и приятного просмотра девчонки тема сегодня будет довольно таки интересная и для многих противоречивая здравствуйте многие ну исходя из тех сообщений которые я получаю в директ не любят эти системы моделирующие но без них как ни крути не обойдемся привет привет еще пару минут подождем наших гостей а потом будем уже обсуждать эту серьезную тему девчонки как вы относитесь вообще к моделирующим системам кто на чем работает работаете ли на гели акриле акригели в каких техниках работаете для чего используете вот очень мне интересно ваши ответы на эти вопросы потому что сейчас такая тенденция пошла и меня это уже начинает просто пугать девчонки как присели на базы и все я не знаю либо это лень матушка либо я не знаю какие факторы играют но не хотят работать с моделирующими системами либо от незнания либо от лени вот и мне очень интересно услышать ваше мнение потому что такого просто быть не должно чтобы что-то откидывалось ну ладно если еще там мы из моделирующих систем можем выбрать для себя сейчас либо гель либо акрил либо акрилатик благо сейчас уже есть большой выбор ну вот эти вот три по крайней мере моделирующие это нереально крутые системы так кто-то на полигели кто-то на акриле кто-то на гели боже девчонки молодцы расцеловать вас хочу умнички вот то многие девчонки вот просто на гейлаки любят сидеть и все и никак их нельзя оттуда стащить и я сегодня буду рассказывать некоторые аргументы они конечно будут касаться всех моделирующих систем но так как у нас сегодня тема именно по гелям но буду основной акцент делать именно на гелевые системы полигель до акрилатик очень крутая вещь кстати тоже немножечко и о нем расскажу потому что тоже опять-таки исходя из того что я получаю в плане вопросов что зачем и как и когда я даю советы о нет это нет с этим сложно это нужно пилить а это тяжело выкладывать и начинается а по факту все принципе легко и мы и мы можем справиться с любым материалом просто нужно самое первое конечно же понимать свойства материала и как с ним работать ну и конечно же набивать руку потому что без этого никакого чуда не будет привет танюш если мы не работаем мы можем много раз смотреть разные ролики мы можем посещать разные курсы но если мы не отрабатываем какую-либо технику по которой прошли обучение либо которую хотим освоить то никакого конечно же счастья не будет даже с тем же гель-лаком даже с той же гель-лаковой базой согласно со мной девчонки по-другому ну просто-напросто не работает этот принцип обучения потому что это повторяющиеся постоянно действия отработки опыт мы наблюдаем мы анализируем если сегодня что-то не получилось в любом случае получится после нескольких отработок и мы уже видим где какие можем исправить ошибки да поэтому в этом случае я не соглашусь что с чем-то трудно работать трудно себя заставить перешагнуть барьер из зоны комфорта и тогда все будет круто если мы начинаем осваивать я для себя лучшего кайфа чем каждый день получать какие-то новые знания не вижу либо я не знаю может маньяк какой-то неправильный не понимаю сама себя но вот в этом я вижу действительно нереальный неописуемый кайф вот и сидеть на чем-то одном для меня это просто кощунство не умею я по-другому чего и вам желаю потому что вы просто если каждая из вас хоть по чуть-чуть будет углубляться в тонкости нашей профессии то вы поймете насколько это серьезная сложная не не работа а именно наука это действительно наука которая в себя совмещает очень много других наук как медицина химия физика анатомия много чего эстетика в том числе всего понемножку сложная конечно же у нас работа прекрасная но если мы не будем знать некоторых моментов том она вряд ли далеко мы продвинемся в общем девчонки я думаю что можно начинать сначала я начну из обзора нашей гелевой системы а потом я уже буду говорить зачем ее применять почему вы должны на нее обратить внимание какие преимущества и в каких случаях нам не обойтись без этих жестких систем я вижу сердечки и смайлики значит вы со мной согласны просто я по-другому ну я не вижу я не понимаю кто может мне принципе возразить в этом плане так ладненько девчонки у нас есть четыре крутых геля так я немножечко лампу все-таки уберу так да и мой любимый действительно очень очень хороший гель так снова от кристалл пинг кристалл клир и кавер пинг вот эти четыре геля сейчас немножечко крышечки еще лучше я вот как бы все их попротирала сейчас опять взяла в руки пальцами опять заляпала все баночки меня просто были красивущие сейчас уже все опять заляпаны так 4 геля которые по своим признакам отличаются единственное это цвет и конечно же в одном геле это снова от консистенция потому что очень крутой гель сейчас о нем отдельно расскажу и девчонки я вот буду рассказывать а вы мне по мере возникновения вопросов обязательно задавайте я смотрю я реагирую телефон прям передо мной и я буду с вами вести диалог очень хочется от вас обратной связи мне настолько приятно когда вы со мной общаетесь просто не можете представить я очень много могу говорить я могу говорить беспрестанно но обязательно мне нужно не просто мой монолог собой а так чтобы я еще и слышала что вам интересно что вам понятно какие проблемы какие у вас успехи все буквально хочется слышать ноготки это не проблема я уже пообещала скоро выставка все это исправится сейчас нет смысла мне их переделывать потому что хочу на выставку именно со свежими прийти поэтому они бедные доходяги уже я на них смотреть не могу сегодня уже получила замечание такое которое меня даже обидела по поводу ногтей ну ладно ничего страшного я я это перетерплю и скоро они вернутся на место спасибо большое девчонки значит самый первый гель который я буду показывать это crystal clear прозрачный вот и сразу буду тоже задавать вопросы вот если мы делаем допустим уже делаем моделирование ну можно конечно же и айкью гелем можно и полифлекс гелем можно и акрилом тоже добиваться красоты в аквариумах но кто делал аквариумы допустим вот я люблю делать аквариумные многослойные дизайны я не поменяю гель прозрачный ни на один материал в плане формирование торца вероятно свободного края в аквариум нам дизайне потому что именно гель он может мне сделать идеальную прозрачность идеальную кристальную прозрачность я делала все возможными материалами акрил тоже очень красиво смотрится айкью гель тоже красиво смотрится полифлекс смотрится хорошо но я не делаю им арочное моделирование но именно гелем вот этим прозрачным шикарным получается аквариумный дизайн просто нереально что еще хочу сказать по поводу этого материала девчонки кто делает арочные ногти и даже пусть не арочные пусть даже салонного варианта но french стык стык выкладной и давайте поговорим о подложке чем можно сделать идеально тонкую подложку как не про как не гелем да потому что можно стараться делать и акрилом можно стараться делать и акрилатиками но на счет раз-два только гель нам идеально сделает тончайшую подложку как линия волосы да ты мне как линия волосы что и ну говорю как волосок мы можем сделать просто идеальнейшую подложку поэтому вот это чудо кристальное чудо я в любом случае буду использовать как раз таки для сейчас покажу консистенцию как раз таки для консистенция вот такая вот которая вот но идеально подходит для того чтобы вы имели полный контроль сегодня я буду показывать все расскажу всему свое время покажу все обязательно вот поэтому очень люблю этот гель кристалл клир бесподобный прибесподобный гель дальше прошу прощения в баночке уже немного но вы все равно сможете увидеть значит кристалл пинг еще один крутой тот же самый консистенции той же самой вот такой вот средней вязкости не густой и не жидкий вот как раз таки именно средняя вязкость девчонки самовыравнивающиеся свойства этих гелей просто фантастические не надо их бояться вот просто прошу вас не бойтесь баночка 15 грамм есть 15 и есть 50 сейчас еще где у нас написано 15 грамм так вот 15 миллилитра прошу прощения вот позвольте себе они недорогие эти гели позвольте себе купить ну хотя бы либо прозрачный либо вот такой вот кристалл пинг почему именно такой цвет девочки если мы делаем ноготочки аля натюрель либо ногтики имеют небольшой дефект либо от природы либо ну если к сожалению случилось перепилили да сделали пропил и это все под прозрачным материалом очень видно а клиентка хочет негатив спейс допустим дизайн да где ноготочек должен быть голенький так вот если мы делаем укрепление либо покрытие вот этим вот гелем очень красиво смотрится натурально наш ноготочек обязательно сохраню эфир очень красиво смотрится после полимеризации девочки выравнивается сегодня покажу как выравнивается буду делать на типсе на типсе большой вы сами знаете что на большой длине работать очень неудобно и в плане тоже материалов которые растекаются это конечно же пекло но я вам покажу что все-таки контролировать можно и гель выровняю вам под блик наносятся эти гели сейчас сейчас давайте про консистенцию и про ассортимент и про нанесение обязательно все расскажу так теперь у меня второй третий гель ну вот такая вот у меня здесь мембранка не полностью снятая но сейчас я вам тоже покажу это кавер пинг девчонки ладно сниму ради вас ее не хотелось а знаете что нет не буду я страшную баночку показывать ничего открою эту вот так вот и покажу как носятся гели гели носятся идеально девчонки гели это жесткая система если мы правильно нанесем ну ничего лучше не носятся чем жесткие системы в принципе по умолчанию вот этот у нас кавер пинг опять-таки средняя вязкость цвет потрясающий вкусный привкусный кстати цвет универсальный он очень хорошо подстраивается под ногтю кстати похож на этот господи тендер до 005 действительно немножко похож вот и девчонки очень ими удобно работать в носке они себя зарекомендовали великолепно потому что я делала сама себе этими гелями ногти еще до того как появились акрилатики и я вас уверяю что в носке они абсолютно вас никогда не подведут а пил не жесткий вот не прям не такой что душа болит и мороз по коже отопила от действительно опил можно не скажу что мягкий потому что мягкие пил в акрилатиках но здесь комфортный опил абсолютно не вызывает никакого дискомфорта конечно же если вы еще пилите хорошей пилочкой если пилочка не очень качественная то даже самый крутой материал будет пилиться очень неприятно всем привет так девчоночки еще один и это тоже может вас порадовать попробуйте и не пожалеете скажите спасибо потому что очень крутой материал посмотрите а это у нас снова и снежно-белый вот самое крутое в этом геле конечно же этот цвет но сейчас я вам покажу консистенцию как густая сметанка вот как густая домашняя хорошая жирная сметанка о чем это нам говорит нам это говорит о том что эта густота нам позволяет работать в технике выкладного френча с нереальным комфортом но не каждый мастер работает акрилатиками это факт потому что многие боятся плотности акрилатиков и боятся переходить так вот если остаются мастера на гелевой системе и делают конечно же выкладные френчи то вот такой вот материал для выкладки френча просто идеальная находка не затекает контроль полный кисточкой выкладки свободного белого кончика и цвет конечно же потрясающий но еще третье конечно же свойство он хорошо просыхает вот немаловажное свойство потому что белые гели я работала разными и я работала гелями желе я очень получала большие стрессы когда у меня нет времени и мне нужно опиливать белый френч и у меня начинает под пилкой каша образовываться от не просохшего геля желе то в этом плане у вас такого не будет очень хорошо просыхает если мы ему дадим просушечку до двух минут то у вас все будет отлично вот ну мы должны конечно же учитывать пигментацию поэтому за одну минуту навряд ли вы спасибо большое рада что вам нравится за одну минуту принципе ожидать чудо от сильно пигментированных материалов нежелательно просушиваем все материалы по инструкции плюс еще кстати вот у нас этот материал ну задается тоже как бы просушка одна минута но в нем есть пигмент все что касается пигмента и плотности материала тем более если мы вот да конечно можно в один слой и этот можно в один слой но смотря что делаем какую архитектуру чтоб сейчас я вас не ввела в заблуждение потому что разные техники требуют и один и два слоя некоторые и три слоя поэтому девочки все учитываем и все делаем исходя из техник которым мы сейчас допустим будем прибегать так лучше пересушить чем не досушить честно говоря я не сталкивалась с пересушенным гелем и не сталкивалась с недостатками пересушенного геля но с недостатком недосушенного я сталкивалась и это конечно же отвратительно потому что как я всегда говорю я через себя люблю все пропускать я пробую на себе я знаю как это раздражает а тем более если еще клиентку отпустить с недосушенным материалом то репутация конечно же может слишком сильно пострадать теперь девчонки давайте поговорим почему все-таки укрепление да первое что мы делаем для укрепления это мы используем базы базы разные используем кто какие любит в основном сейчас 99 и 9 процентов мастеров сидят на rubber базах до rubber базы они бывают тоже разные я уверена что если я сейчас вам скажу то многие тоже не понимают этого отличия rubber базы они есть как мягкие так и твердые и жесткие поэтому тоже чтобы вы не ввелись в заблуждение и купили вот rubber базу она у вас отходит от торцов а вы не понимаете какого свойства эта база да и как он вот консистенция густая как у кислотной мягкой rubber базы вот но вот хотите верьте хотите нет ну так вот бывает вот поэтому на это тоже нужно обращать внимание ну вот моя любимая база rubber это extra pro и она у нас я бы не сказала что мягенькая даже уже здравствуйте здравствуйте даже можно уже провести небольшой эксперимент на этой базе я ее очень люблю написано rubber но если мы ее проверяем да мы понимаем что она усадку практически не дает она очень хорошо держит архитектуру поэтому она уже может считаться не мягкой rubber базы а есть еще вообще жесткие rubber базы поэтому девочки если мы понимаем в материале в самом свойстве в консистенции в структуре тогда у нас все будет отлично но не надо никогда заблуждаться в плане того что вот купили rubber да и все хорошо вот когда вот я вам объясняю разные свойства наших материалов то можете верить сто процентов потому что я все уже это проверила тысячу раз протестировала на себе сто раз проверила клиентам уже не знаю сколько сотен коррекций сделала поэтому девочки все что говорю можно принципе принимать за чистую монету не хочу вас обманывать потому что каждом моем слове это моя репутация я хочу чтобы она была кристально чистой вот и бывает всякое люди ошибаются я тоже могу ошибаться но стараюсь давать достоверную информацию так вот чему я сейчас веду многие привыкли до работать именно с базами в надежде что все отлично да это комфортно да действительно комфортно это удобно конечно удобно это очень хорошо поддается контролю обязательно поддается контролю а какую мягкую rubber базу девчонки для каких целей потому что мягкую rubber базу мы можем применять только на короткие ногти плюс мы можем еще на другие в других целях ее применять вот у нас есть мягкие базы они у нас средней густоты и жиденькие в основном да ну средняя в сторону минус вот поэтому девочки ногтики вернуться я уже пообещала вернуться ногтики не волнуйтесь наверное еще один эфир может а может и не потерпите а может потерпите с одной рукой я же говорю да даю им дойти уже все умереть чтобы я уже сделала коррекцию сейчас не туда не сюда так вот девчонки это все хорошо и очень хорошая база исправляется со своими свойствами я плавно вас сейчас подведу гелем я не зря взяла базы вот у нас очень крутая база вот реально кто пробовал действительно вещь шикарная вот это вот буду показывать не буду все баночки держать действительно очень хорошая база кто пробовал файбербазу пожалуйста на скажите мне и ваши впечатления очень бы хотелось услышать вот очень густая очень густая база но она очень хорошо выравнивается для коротеньких ноготков ну нужно приловчиться и ставить небольшой конечно же объем для длинных ноготков ею удобно выстраивать архитектуру база твердая она хорошая в плане выстраивания архитектуры укрепление и армирование очень крутая база она так что я очень люблю эту базу стразы на ней держится сразу на ней держатся но сразу лучше все-таки держится на extra pro потому что она более эластичная чем файбер вы поймите что вот эти вот эластичные свойства баз они как раз таки и влияют на носку на держание стразиков на укрепление ноготочков это очень хорошая база как раз таки опять говорю для укрепления тонких ногтей для ноготочков которые особо даже и не нуждаются в укреплении но длина да многие у нас любят длину и у нас длина должна делаться и укрепляться как раз таки твердой базы но несмотря на то что эти все базы очень крутые и очень класс у вас снимается пластом так стоп кадр да если у вас снимается база пластом я не буду сейчас перечислять вернее я перечислю но я не буду углубляться но много методов исключения нужно перебрать для того чтобы мы сейчас выяснили почему снимается пластом но первое если вы не делаете нанесение этой базы по технологии потому что эту базу мы должны сначала так не только эту все базы мы должны сначала вбить в ноготочек девочки вбить не нанести а именно вбивающими втаптывающими движениями мы должны вбить я прошу прощения но это моя любимая кисть она у меня самая первая пиэнбишная не меняю ее не ни за что поэтому она обгрызанная но она уже миллион летние мы должны вот такими вот движениями жесткой кистью не с кистью от флакона а именно жесткой кистью вбивать материал в наши приподнятые онихобласты мы их подняли не просто так а для того чтобы в них мы могли вложить материал и сделать идеальную сцепку адгезию и тогда вы уже можете работать но в этой базе еще есть одна фишка вы сделали так как я сказала втерли да в наши онихобласты маленький только такой полупрозрачный слой чтобы мы видели рисунок от пилочки не покрыть а именно вбить то тогда мы не ставим сразу в лампу даем нашим волокнам нейлона шелка которые здесь находятся а сесть прямо на ногтевую пластину и после 10 секунд ставим в лампу для полимеризации вы увидите что все будет кардинально по-другому и дальше уже что делаем опять девчонки сразу же поджать можно и подождать а дальше когда мы уже вытаскиваем наш вот этот вот вбитый слой да мы тогда берем и тонким слоем промазываем тонким слоем а потом по этому тонкому слою делаем выравнивание укрепление выстраиваем архитектурку так ага вот оно что втирать а не кистью с флаконом мазюка сто процентов девчонки кисть нам не втирает кисть делает нанесение мы наносим и делаем практически вот покрытие без укрепления конечно же без архитектуры но покрытие как обычным лаком а нам нужно именно вбить мы сделали опил мы приподняли наши онихобласты до чешуечки ногтевой пластинки и они у нас готовы прям ждут чтобы мы туда что-то вложили а мы прям вот заставляем наш материал нашу базу туда уложиться уложили 10 секунд в случае с файбер базой подождали случае с другими базами не ждем и ставим в лампу и в этом случае у нас будет идеальная адгезия девчонки это работает на всех буквально материалах на всех базах если вы так будете делать у вас никогда не будет проблем с сцепкой плохой с отслоечками вот и работаете вот таким вот методом не забывайте не ленитесь это то что вам всегда поможет теперь вот крутая база все я объяснила да и думаю что другие как бы моменты которые если они и присутствуют то вы обратите на них внимание и у вас проблем не будет вот так вот это самая лучшая база для тонких ногтей но еще такой вот бывает момент ногти очень перепилены либо очень тонкие от природы значит у нас получается картина такая что мы спилили дорсальный слой все его нету мы уже работаем на промежуточном слое а все прекрасно знают я даже писала у себя в посте по поводу дорсального слоя и промежуточного сто процентов материал держится на дорсальном слое он у нас 30-35 слоев ногтевой пластины он прочный это прочный самый прочный в мире бета-кератин сформировавшийся хороший прочный кератин на котором держится материал конечно сохраню обязательно на котором держится материал если мы наш этот дорсальный слой с прочным плотным кератином убираем опилом либо кислотными базами либо еще какими-то факторами когда клиентки умеют вот эти вот дела делать да это же катастрофа надо всегда кон их консультировать чтобы они не делали такие вещи вот поэтому мы всегда наш слой дорсальный должны беречь но если его уже нет мы уже перешли на промежуточный слой и промежуточный слой он у нас конечно самый толстый но он у нас оснащен липидами влагой ну жирами да и на нем и кератин там уже не настолько плотный да не настолько прочный материал на нем будет держаться 60 50 процентов это в лучшем случае но еще хуже бывает что мы вот убиваем почти этот промежуточный слой база там вообще по умолчанию не должна быть что мы что получаем в этом случае что мы делаем ноготь очень тонкий очень чувствительный мы его укрепляем чем мягким материалом не получается базами практически тоже не получается потому что какие бы жесткие твердые базы не были жестче чем системы моделирующие жесткие нету ничего а нам нужно в этом случае ноготь обездвижить почему потому что когда мы сейчас я вам даже нарисую наверное я не люблю рисовать так вот в эфирах но наверное придется что получается если мы такой тонкий ноготочек будем постоянно покрывать также бы тебя еще и нарисовать этот ноготочек то вот он у нас уже тонкий да и мы ставим на него большой слой еще клиенты любят длину большой слой базы многие используют кислотные rubber базы слой и так очень тонкий до наш промежуточный дарсального уже нету у нас получается этот большой слой когда проникает во первых страшное ощущение жжение ужасное ощущение жжение ногтевая пластина конечно же не имеет нервных окончаний но ногтевое ложе у нас все пропитано капиллярами и нервными окончаниями и если мы работаем на таких тонких ногтях и еще используем кислотную базу плюс еще если мы мягкую базу ставим ноготочек у нас подвижный остается чувствительный а мы его должны обездвижить вот полностью чтобы не было движения никакого почему потому что у нас ноготь тонкий и плюс если он еще и двигается при этом с таким большим слоем базы у нас нарушаются якорные коллагеновые связи в нашем нашего ногтевого ложа и ногтевой пластины и у нас что получается часто на таких ноготочках у нас получается анихолизис никому это не нужно значит базы в этом случае мы удаляем не будут базы что мы делаем тогда мы применяем моделирующие системы вот допустим неважно какие либо это будет гель либо это будет полигель либо это будет акрил но у нас в данном случае гель но вообще в идеале очень мне нравится работать для таких ногтей вот прошу прощения от темы отхожу но девчонки вот многие боятся этого материала из-за плотности не бойтесь пробуйте и не бойтесь работать с ним одно удовольствие сейчас протру немножечко вот я не думала что это баночка мне сейчас будет поле флекс гель вот идеальное решение для тонких перепиленных ноготочков он не печет он хорошо достраивает выстраивает архитектуру он хорошо укрепляет при своей жесткости он еще остается пластичным поэтому если кто работает оставайтесь конечно же на этом материале кто не работает конечно же можно делать этим материалом теперь мы должны что сделать в основном не делать длину пока мы не восстановим наш ногти такие ногти тонкие тонкие ногти тонкие перепиленные они нуждаются в реанимации не в покрытии гель-лака а нуждаются в реанимации как мы их реанимируем мы их должны во первых убрать длину мы должны длина будет минимальная не говорю под корень но чтоб она была минимальная мы должны опять-таки использовать мягкую базу можно использовать нашу универсальную сейчас я ее покажу универсальную базу как основа а на нее уже будем делать укрепление билдергелем именно моделирующие системы ноготь должен быть обездвижен каким образом мы реанимируем 3-4 коррекции восстанавливается дорсальный слой дальше мы можем опять возвращаться к покрытию базами до укреплению и армированию именно базами и только в этом случае у нас ногтик будет восстанавливаться но если мы постоянно будем базами 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 мы ничего хорошего не сделаем мы будем только убивать наш ноготок часто у нас клиенты когда приходят с девственными ногтями вот первый раз делают да идеально все держится полгода вот ну счастье просто не прекращается как хорошо держится ногти через три-четыре полгода шесть месяцев начинается уже хождение по мукам материал носится из ряда вон плохо вот это говорит о том что пилка может подобрана неправильно снятие материала может быть тоже было неправильное может клиентка отдирает ногтики может еще какие-то разные причины но сейчас о причинах не будем говорить о будем говорить о том что мы должны действительно этот ногтик реанимировать дать ему восстановиться если ногти тонкие от природы никогда в жизни они не восстановятся они будут тонкие всегда и ничего им не поможет потому что это ну генетическая такая закладка но если ногти перепилены в силу каких-то наших механических факторов то тогда конечно же эта проблема и мы ее можем решить нет девчонки этот мы наносим гель как и все остальные на базу базу втираем это база мягкая она очень хорошо жидкая очень жидкая и мягенькая очень эластичная это то что нам нужно как раз таки для наших ноготочков в качестве вбивающего слоя она реально крутая пробовала знаю рекомендую и тоже не пожалеете расход у нее минимальный 15 грамм вам хватит с лихвой ну я не знаю на очень долгое время тоже сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу девочки у меня просто вот вот она вот в таком вот как это назвать как в коконе вот потому что здесь у меня эта база закрыта я бы ее так не раскрывала я делаю такую маленькую дырочку мембранку для того чтобы не в это не не выливалась эта база посмотрите она как водичка она очень очень жиденькая вот и вы ее очень легко сможете вбить как раз таки в ногтевую пластину после этого мы уже делаем архитектуру нашего ноготочка как делаем что нужно делать а еще что хотела сказать вот многие говорят там пилить нужно да не можем там выложить идеально девочки что можно сделать нанести ну давайте так на одну третью да так вот берем твердого покрытия да пусть это будет у нас crystal pink либо crystal clear гель сполимеризуем но выкладываем так чтобы нас а пил был минимальный и пилим только небольшую подложечку дальше мы уже можем если уж настолько лень мы можем взять файбер базу мы можем взять extra pro базу не имеет значения и уже выложить архитектуру именно этой базой но основная часть ногтя у нас будет сделано твердым неподвижным жестким материалом который будет держать нашу ногтевую пластину как в каркасе и у нас тогда будет процесс реанимации проходить так как нужно вот но это в том случае если уж ну очень ну все ленитесь и не хотите ничего уже делать гелем либо там полигелем либо другими моделирующими материалами делаем до 1 3 до небольшой свободный край а уже всю архитектуру выкладываем именно этими базами думаю что вам совет пригодится и для девчонок которые ну времени не умеют да не имеют либо но не умеют выложить идеальный материал это как раз таки пригодится а теперь давайте я вам покажу как все-таки выравнивается хорошо этот материал так где мой бриллиант потеряла значит я буду не потеряла куда-то его отложил нет вот он у меня мой бриллиантик будет на ютюбе будет и в инстаграме девчонки не потеряете никуда ничего не денется так давайте я вам покажу вот белая типса не очень хорошо конечно на типсах но сейчас будет наглядный пример как все-таки это выглядит даже лампу включу для того чтобы сама себя проверяла если будет плохо я ее выключу но я люблю себя проверять именно под блик так секундочку так все думаю что пока все ок девочки возьму я ой cover pink базу и на ней буду как раз таки наглядно показывать потому что на прозрачках не так хорошо видно консистенция одинаковая что прозрачный что в cover pink так это я уберу смотрим смотрите самое первое то что мы делаем до всегда ставим базу всегда ставим базу без базы мы не делаем ничего вбивающим слоем вбивающим втирающим жесткой кистью втираем от кутикулы до торцевой зоны все вбили и поставили в лампу для того чтобы наша база база выбивающий слой просушился нам достаточно 30-40 секунд до минуты с лихвой нам хватает теперь для того чтобы у нас хорошо распределялся материал берем небольшое количество вам будет просто легче вот намного будет легче сейчас маленькую капельку вообще взяла и что я делаю промазываю вот давайте представим что это ногтевая пластина промазываю ноготочек тонким слоем смотрю чтобы у меня в боковых сторонах тоже все идеально легло не заходим на валики у кутикулы делаем небольшое отступление ну сколько там до миллиметра до миллиметра достаточно не больше потому что будет некрасиво и ближе тоже нежелательно ну 0 5 пусть будет все для чего мы это сделали это сейчас не базовый слой это мы сделали подложку для нашего геля чтобы он идеально у нас распределялся нам будет проще по этой траектории ставить наш гель сейчас у меня типса закреплена не совсем идеально надеюсь она у меня не свалится увидела только после того как я нанесла беру довольно таки большую каплю ставлю ее чаще кстати про архитектуру расскажу ставлю кисть вытираю не работаем грязной кистью иначе у нас вот работа затрудняться так и я сейчас буду контролировать свой материал именно кисточкой для того чтобы я могла его распределить очень большое количество но здесь просто ну ловкость рук если вы не работаете быстро гелем да ну возьмите капельку поменьше здесь у меня и типса большая длинная и мне это нужно сделать быстренько конечно же наносим и потом после того как мы нанесли ведь я работаю торцом кисти у боковых и торцом это все растягиваю точно так же как это мы делаем в гейлаковой системе так ну и конечно же переворачиваем обязательно переворачиваем и так как мы это делаем опять таки в гейлаковой системе когда мы базой выравниваем девочки я извиняюсь чуть-чуть отойду из кадра потому что не вижу что я делаю как я выравниваю мне гель перекатывается я не вижу что делаю поэтому прошу прощения так ну вроде бы как вроде бы как на типсе такое это конечно же не айс все делать сейчас нужно чтобы у меня блик был конечно же идеальный я его очень хочу сделать несмотря на то что очень большая площадь вот мы видим как у меня хорошо распределился материал смотрите я перекатываю типсу в любую сторону у меня блик не ломается если вы будете делать в технике моделирования без опила то у вас все будет идеально и у вас будет очень маленький расход материала я кручу его и если вы видите у меня блик не ломается два блика сейчас уже материал начинает переходить в торец торце не должно быть но чисто сейчас вот демонстрация сама выравнивающихся свойств материала они идеальные так сейчас это не буду полимеризовать потому что нету смысла теперь девчонки вот так же распределяется материал и прозрачный точно также распределяется материал и crystal clear белый материал конечно же мы не покрываем но если мы его разогреем потому что он тексатропный он густой и он сто процентов тексатропы материала о чем это говорит это говорит о том что мы должны ему передать свою кинетическую кинетическую энергию через кисточку мы должны его разогреть чем больше мы с ним работаем тем больше он встает послушным тем больше он теряет эту жест плотность и работать нам с ним будет намного проще страна производитель сша девчонки гель у нас сертифицированы все материалы сертифицированы все обозначены значком seven free это о многом говорит имеет все стандарты и разрешение быть материалом как в европе да потому что все стандарты европейского союза соблюдены и страны стран сша поэтому можно спокойно работать и не волноваться живой пример я вообще не могла работать ни одним уже материалом перешла на пенби и классно себя чувствую так девочки теперь что еще хочу сказать по поводу укрепления и использования этих систем девочки мы все прекрасно знаем да что ну конечно геллаком гелем базами идеально работы до геллаковыми базами но есть у нас такой момент укрепление материал укрепление гелем ногтей вот такая тема есть у нас такой момент как архитектура ногтей да хорошо когда ногти от природы идеальны но когда у нас нет идеальной архитектуры когда у нас ногтики вниз растущие как мы тогда будем их укреплять как мы будем наносить материал многие конечно разные методы изобретают кто-то поднимает этот свободный край честно говорю от себя я это не люблю делать я скорее всего уберу этот свободный край и перенаращу этот ноготочек чем буду мундохаться с большим количеством материала поднятием потом выпиливанием из-под торца потом это вот вся пыль это мои денежки и мне очень жалко когда я буду это все собирать и смотреть убила время убила деньги а результат будет такой же как если бы я нарастила даже и будет еще лучше поэтому без моделирующих материалов мы не обойдемся если у нас ноготь вниз растущий и мы его будем укреплять можно даже и так показать да на картиночке можно даже показать опять-таки я не художник только учусь ноготь вниз растущий сюда мы ставим много материала да потому что он у нас и так вниз растет это если мы делаем базы представьте себе неделька две и вот это вот вся глыба идет у нас куда вниз тянет вниз как рычагом вот зачем нам на такие ногти ставить особенно мягкие базы для меня честно говоря это вообще бессмысленно я бы это все убрала и сделала бы красивое наращивание на такие ноготочки можно делать не на все допустим если два вниз растут два делаю если один значит один делаем так сертификат можно приобрести мастеру конечно можно вы задайте вопрос этот же в директ вам я думаю в электронном виде либо скриншотом покажут именно этот сертификат обязательно должен быть декларация ответственности у каждого бренда у каждой торговой марки теперь девочки тоже есть ногтики которые слишком слишком вверх растущие до трамплиновидные как мы в этом случае будем поступать неужели будем наваливать огромное количество тоже базы нет конечно же тогда мы тоже и должны использовать именно жесткие моделирующие системы я не призываю что должны миллион процентов каждый конечно же поступают как хочет но в моем видении именно жесткие системы как раз таки справляются с такими ноготочками теперь еще такой пример так смотрю время у меня есть еще такой пример ногтики грызуны с анихофагией ну скажите мне пожалуйста как такие ногтики покрывать гель-лаком я не вижу вообще в этом никакой красоты и никакой эстетики до маленькие такие грызунчики которые ну как кнопочки от баяна какая красота в этом покрытии для меня честно говоря отсутствует татьяна действительно лучше убрать это все и нарастить по-новому я когда вижу конечно эта техника имеет право быть это хорошо и круто когда развиваются разносторонние мастера инструктора и выдумывают разные техники пусть она будет я ничего не имею против я чисто свое субъективное мнение высказываю что для меня проще убрать этот торец и сделать красивый новый это во-первых быстренько будет во-вторых красивее будет в третьих это будет целесообразно по экономическим соображениям поэтому для меня вот эти все я не знаю изобретение велосипеда не совсем имеют смысл никого не хочу обидеть не дай бог каждому свое ну по-другому я просто не вижу это я пробовала делала и на курсах тоже когда еще свое время обучалась я проходила эти техники единственное что круто знаете вот единственное что круто могу вам сейчас сказать когда ногти вверх растущие да трапециевидные опускать ногтевую пластину лучше чем ее наращивать действительно делать коррекцию 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 для таких ногтей это фантастика действительно таким образом мы экономим и время и носка будет намного лучше для таких ногтей трапециевидных и вверх растущих чем именно сделать новый в этом случае да в этом случае круто но почему-то многие кричат о том как поднять ногтевую пластину но мало кто говорит как ее опустить во первых ну почему не лучше так если у нас идет ногтик клюющий да нам нужно огромное количество материала еще доложить сверху хотя даже если мы делаем коррекцию мы не убираем с торца большое количество мы убираем с ногтевого ложа больше а на торце оставляем еще глыбу нужно нам доложить а потом эту глыбу полчаса оттуда ковырять а при таких ногтях часто еще разросшийся гиппонихий да а гиппонихий у нас часто чувствительный он у нас бывает еще и проросший капиллярами кровеносными сосудами но не дай бог заденем фрезой еще этот гиппонихий вот плюс мне не нравится вот это вот выпиленная поднятая до вид этого торца поэтому конечно я буду убирать но когда именно вверх растущие тогда мы идеально справляемся с опущением свободного края и делаем коррекцию в этих случаях конечно же это круто девчонки есть еще очень много конечно же вариантов для чего нам нужен этот а еще тоже конечно же вот базами архитектуру натуральных ногтей конечно же мы выстраиваем но когда мы работаем такими системами и у нас выстроена архитектура и если мы говорим о длинных ногтях то ничего круче чем вот даже вот мы носим натуральные ногти у нас красивые свои ногти и нам нужно укрепить длину да а мы еще даже не знаем нет у нас жесткой допустим базы какой-то вот и такое бывает бывает всякое вот и мы берем моделирующую систему и делаем укрепление в технике моделирования либо нанесение материала без от пила это легко делать действительно девочки легко делать вы видели что материал выравнивается под блик точно так же как и база поэтому бояться не нужно так я поэтому убираю все что вниз растет и наращиваю красоту для меня это правильное решение пусть кто-то поспорит вот но принципе я тоже не вижу причины спорить потому что всегда говорю каждому свое так что еще хочу сказать по поводу использование моделирующих материал девочки никогда не ленитесь потому что лень это очень плохой двигатель это двигатель назад это никогда не вперед если мы будем лениться делать укрепление моделирующими материалами мы можем потерять клиентку а клиентка может потерять ногти плюс еще есть одна такая вот неприятная картина когда ногти скручиваются внутрь до видели слишком арочные ногти натуральные это бывает тоже и по внешним фактором и по внутренним допустим генетическая закладка у многих от природы ногти ки закручиваются вниз внутрь вернее если мы будем использовать опять-таки мягкие либо средней жесткости базы ногти будут все равно закручиваться потому что это такой природный у человека фактор но у нас еще есть фактор от которого ногти закручиваются который не зависит от генетики а зависит от наших действий либо от действий самой самой клиентки либо у нее контакт с химией мы не знаем кто где работает либо мы использовали слишком кислотную базу слишком пересушена ногтевая пластина тогда ногти скручиваются внутрь и слишком арочные в этом случае гель база нам не поможет геллаковая база не поможет поэтому опять-таки прибегаем к моделирующим системам и делаем укрепление нашего торца именно моделирующие системы торец у нас не будет иметь возможность скрутиться но я чтобы еще вообще рекомендовала я это часто люблю говорить сделали укрепление ну и выпилить ну хотя бы половинку торца из-под моделирующего материала выпилили конусной фрезой кукурузской выпилили потом этот торец полусухой вы отжатой о краешке флакончика кистью прошлись топом без липкого слоя и в таком состоянии ручку поставили в лампу полимеризовать при коррекции весь материал спиливать нет ни в коем случае если тем более мы делаем реанимацию ни в коем случае девочки важный фактор мы спасаем ногти мы укрепляем но даже когда мы не укрепляем мы не снимаем материал полностью под ноль только очень необходимым случае если у нас много от слоек тут уж никуда не деться но если мы спасаем ногти первое эта клетка должна вовремя ходить на коррекцию это как очень наш потому что если она будет перенашивать материал то материал конечно же будет иметь больше возможности отслаиваться и тогда уже ну старайся не старайся ничего не сделаем нам нужно обязательно оставить небольшую подложку на нашей ногтевой пластине для того чтобы ногтик находился в состоянии покоя и роз а работать мы уже будем опять-таки делать коррекцию на отросшей стороне и достраивать архитектуру на тонкий слой базы если брать процентное соотношение 20 процентов примерно от общего количества материала мы можем оставить на ногтевой пластине искусственного материала который держит наш ноготочек под защитой каркасе вот это у нас будет реанимация так смотрим на состояние если коррекция своевременная то нет коррекция должна быть своевременной это как поход к врачу мы здесь спасаем она должна быть своевременно так у меня у самой крутится через три недели переходит трубочки сухая ногтевая пластина да если ногтевая пластина пересушена то конечно же будет проблема многие говорят ой там перчатках мы там не работаем с химией ничего страшного ногти как бы у нас защищены хорошо а вот это вот зона что у нас под торцом живой ноготь который тоже пересушивается это нужно нам беречь поэтому многих ваших хозяюшек тоже информируйте чтобы работали в перчатках и берегли пластину сюда впитывается все ногтевая пластина лишается тоже влаги химию впитывает ногтевая пластина впитывает ой сейчас до заговорилась уже четыре минуты ведь я могу говорить говорить и говорить это галя радио выходная вот поэтому девчонки вот это вот система укрепления твердыми материалами обязательно должна в вашем ассортименте услуг присутствовать как очень наш я понимаю что нужно где-то себя пересилить где-то выйти на новый уровень где-то потратиться но раз муж работаем да в нашей сфере мы должны знать что и для чего мы делаем поэтому это я сделаю девчонки свой эфир по анихолизису потому что анихолизис это очень-очень-очень большая тема очень ответственно ну и в пенби принципе как бы с материалами я думаю никогда анихолизиса не будет это тут только идет уже работа мастера и клиента четкая взаимосвязь поэтому эфир я сделаю когда не знаю но сделаю может быть может быть даже в октябре и или в конце сентября и получится в общем девчонки укрепляем ногти если нужно спасаем ногти да но не базами базами мы укрепляем делаем красивую эстетическую картину а если уж нужно спасать то берем моделирующие материалы гель и допустим полифлекс гель где он у меня его никогда не стоит сбрасывать со счетов материал просто просто бомба девочки обратите на него тоже внимание все дорогие мои любимые мои всех вас люблю всех вас целую либо в эфире встретимся либо на выставке либо где-то на семинаре не имеет значения самое главное чтобы вы всегда шли вперед любите себя цените себя соответственно и клиентов своих тоже и все у вас будет ок мы за этим ну в принципе и пришли в эту профессию все люблю целую хорошего вечера пока пока м и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok